Добрый вечер, меня зовут Андрей Бубукин, я ведущий программы Ужин для чемпионов, бизнес-тренер, коуч. Спонсор нашей программы – компания AB Training, эффективные тренинги для персонала. Мы превращаем скучающих работников в команду, нацеленную на получение прибыли. Сайт abetreaning.ru, телефон в Москве, 784-58-62, с кодом 985. Наша программа называется Ужин для чемпионов. Чемпион – это человек, который смог в своей жизни добиться необычных результатов. Это успешный человек, человек, который реализовал свою мечту. Представляю нашего чемпиона – это Павел Швец, один из лучших сомелье России, ресторатор, винодел. Здравствуйте, Павел. Здравствуйте. И тема нашего разговора поистине гамлетовская – пить или не пить, вот в чем вопрос. Пить. Уважаемые слушатели, я приглашаю вас звонить нам в студии по телефону 6510-996, код города 495, задавать свои вопросы нашему гостю, высказывать свое мнение. Вопросы вы можете также задать прямо сейчас на нашем сайте по адресу www.finam.fm. Павел, для начала я прошу вас пояснить нашим слушателям, кто такой сомелье и чем он занимается? Сомелье – это человек, который занимается ведением винного хозяйства в ресторане. Но такое определение, которое не очень хорошо объясняет суть. Значит, а суть в следующем. Для того, чтобы разбираться в вине, единственный путь – это его пробовать. Пробовать вдумчиво и пробовать много, пробовать много образцов, анализировать, сравнивать аналитические характеристики одних вин с другими, привязывать одни вкусы к одним регионам, другие к другим. Но смысл в чем? Сомелье, каждый день открывая бутылку в ресторане, перед гостем пробует небольшое количество, например, это испорченное вино, либо неиспорченное. И хорошее сомелье каждый этот бокальчик несет себе в погреб, ставит на специальную полочку и еще 10 раз в день возвращается к этому бокалу. И так за день скапливается 10, 15, 20 бокалов. И профессиональный сомелье, работая в хорошем ресторане, имеет возможность попробовать огромное количество вина каждый день. И то количество образцов, которые он может попробовать за 5-6 лет, больше, чем обычный человек, даже если он очень богатый, очень любит вино, может попробовать за всю свою жизнь. То есть те знания, которые получает сомелье, работая в ресторане, открывая большое количество вин, это уникальные знания, которые дают ему понимание того, что есть вино, что есть почва, что есть климат, что есть терруар, что есть история, где маркетинг, а где реальный вкус и где реальное качество. Но все-таки же это алкоголь, и если так в большом количестве постоянно употреблять, я имею в виду небольшом количестве за один раз, да, но вот по одному глоточку много раз в день, то что получается? Но если даже в день выходит 150-200 грамм, это абсолютно ничего. Понятно. Павел, расскажите, пожалуйста, о себе то, что считаете нужным, и что может быть интересно нашим слушателям. Вот у вас такая богатая биография, я много читал о вас, и все-таки я считаю, что вот вы сами должны выбрать то, что вот вы считаете нужным рассказать о себе. Ну, все очень просто, вся моя жизнь вино, я всю жизнь дегустирую вино. Первое место работы было помощник сомели в ресторане «Ностальжи» в 96-м году. И с тех пор я пробую, 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 занимаюсь продажей вина, и рассказывая каждый день у столика ресторана гостям о успехах тех или иных виноделов, конечно же, захотелось иметь свой виноградник. И я поставил эту, ну, превратил эту мечту в цель, и как-то пытаюсь к ней идти, все вроде бы получается хорошо. Понятно. И вот так коротко, да, вот от сомелье сразу к руководителю, к владельцу виноградника. Ну, да нет, просто так вот, как каждый солдат хочет быть генералом, так я думаю, что каждый сомелье в душе мечтает создать свое вино. Это реально так. Просто так получилось, что я родом из Севастополя, и в детстве, еще в школьном возрасте, побывал с отцом на многих винзаводах Крыма. И все это видел, но не думал, что моя жизнь будет связана с вином. Приехав в Москву, и придя в ресторан «Ностальжи», так уж случилось, да, что я стал помощником сомелье. Это абсолютно случайные вещи. И все это захлестнуло, все это пошло-поехало. Это просто цель, это нормально абсолютно. Это некий путь, который готов, я думаю, пройти в любой сомелье. А что вас подтолкнуло к тому, чтобы выбрать именно вот такую творческую профессию сомелье? Исключительно случайность. Случайность. Когда я пришел в «Ностальжи», там уже было два сомелье для меня. Извините, я вас перебью, но вы же, когда уже пришли, у вас же уже была задумка стать сомелье. Нет, нет, нет. Я даже не знал, что такая профессия существует. Я закончил курсы барменов, пришел в этот ресторан. И там было два парня, Алексей Сидоров и Андрей Кевлин. Алексей сейчас президент Российской ассоциации сомелье. Андрей до сих пор работает сомелье. Я говорю, парни, можно с вами? Они говорят, нет, нет, ты ничего не знаешь. Я говорю, я не знаю, я же из Крыма. Вот у меня даже шрам есть на пальце. Я собирал виноград. Вас на картошку возили в Москве, а мы виноград собирали с самого детства. Возьми тебя с собой, буду все делать. Вот, и они меня взяли и научили многому. Это так просто? Да, это все было случайность. Исключительно случайность. У нас есть вопрос с сайта. Степанова Мария спрашивает. Павел, приветствую. Недавно в Москве в Рице в рамках выставки «Вино» был организован круглый стол на тему антиглобализм против глобализации. Вы глобалист или антиглобалист? И кто из героев фильма «Мондо вино» вам ближе? Я поддерживаю на все 100% взгляды Джонатана Нессетера и то, что он пытался показать в фильме. Я, конечно же, антиглобалист. И вино, есть, конечно, два больших мира вина. Есть вино, которое делается на крупных предприятиях, где главной целью являются деньги. И это вино не несет в себе печать Теруара. То есть дегустируя это вино, невозможно понять, даже с какого оно континента. Не то, что с какой он у страны и какого сорта винограда. Ну, сорт винограда легче отгадать, чем происхождение вина. Вот. И есть вино, которое люди делают с душой, сердцем. В каждом бокале чувствуется тот регион, почвы, климат и конкретный Теруар. Эти вина интересны для дегустаторов, которые являются продвинутыми. Потому что чем больше вы дегустируете вино, тем более сложные вина вам интересны. И в этом стремлении вы когда-то расставите до понимания того, что вина без рода, без племени, которые не несут в себе, опять же, печать Теруара, не интересны для дегустации. О них нечего сказать. Они могут быть вкусными, но они не интересны, они не информативны. А вы расшифруйте, пожалуйста, для наших слушателей, что такое Теруар. Не все знают. Теруар – это совокупность всех факторов, которые влияют на качество, стиль и вкус вина в конкретном регионе. Это не только почва, не только климат, но и экспозиция, сам склон, высота над уровнем моря, распределение осадков в течение года, флора, фауна. Это все-все-все, что влияет на лозу. И что иногда можно почувствовать в бокале, если производитель проповедует философию невмешательства в природные процессы брожения и пытается сделать вино максимально подчеркнуть вкус этого Теруара, максимально непохожим ни на что другое сделать вино. Сделать вино непохожим на Бургундию, Бордона, какие-то известные бренды, а создать свой стиль, чтобы другие вина сравнивали с тем, что получается у него. Вот на вашем сайте я прочел, что вы не используете пастеризацию. А как вы коммерциализируете вино? Как вы его перевозите, если оно не пастеризовано? Ну, вы знаете, если виноград был в хорошей степени зрелости, если в процессе брожения не было никаких проблем, если у вас есть время, то красное вино самоосветляется, становится стабильным само по себе после полтора-двух лет выдержки в бочке. То есть это когда оно марочное, то есть выдержанное? Ну, выдержанное, да. Вы его можете разлить в бутылку, и с ним абсолютно ничего не будет. Но если же у вас нет времени, и вы хотите сделать все поскорее, побыстрее, тогда нужно и заниматься оклейками, и фильтрацией, и иногда пастеризацией. Причем пастеризуют, как правило, вина сладкие. Сухие вина крайне редко пастеризуют. Слад добавляют в основном серу. Технологическая история. Ну да, но в любом случае каким-то образом их обезопасивают. Ну, моя цель просто создать качественное вино. То есть я, это главная цель. Качественное вино, да еще и со своим собственным лицом. Поэтому время есть. И тем более понимание того, насколько важно время, оно пришло уже, ну, создавая виноградник. Займаясь продажами вина, ну, купил, да, там, продал, окей. Пришло через какое-то время понимание, что вино в бутылке живет. И очень сильно меняется, да, есть некие пики, да, есть время, которое нужно потратить на то, чтобы вино дошло до пика, и открывать все-таки вино зрелое. Это очень-очень важно. Кстати, в России огромное количество красных вин потребляется до достижения зрелости. Некоторые мои коллеги с Эмелье называют это детоубийством, либо еще более жесткими словами. В общем, пить вино нужно зрелым, это важно. И, в общем, главной целью, да, создать качественное вино. И понимание того, что ошибка, допущенная на винограднике при обрезке, при сборе, при винификации, ты ее можешь исправить только через год. Урожай это бывает раз в год. Понимание того, что у меня сейчас 35 лет, я еще в жизни сделаю, ну, 30-40 урожаев. В 30-40 вин. И все. И когда... Можно сказать еще, можно сказать уже. Всего, всего. Можно сказать всего, а можно сказать целых 40 вин. Ну, может быть и так. Вот когда в девятом году, например, у нас был первый урожай в десятом году. Мы бегали с квадратными глазами. Когда виноделы говорят, о, Павел, у тебя сезон виноделия. Ну, это как раз время сбора винограда, время винификации. Это так прекрасно, так радостно. И в девятом году я не мог понять этой радости. Потому что мы это делали первый раз. Не понимали, как его собирать, куда его нести, как это оборудование работает. И с такими квадратными глазами бегали. Наделали кучу ошибок. Все это записали, проанализировали, локти кусали, что как же можно было так это не понимать. И думали, конечно, мы в одиннадцатом году не допустим этих ошибок. Все подготовили, все прекрасно, все исправим. А в одиннадцатом году у нас прилетели птицы и сожрали 90% винограда. Это было ужасно. И вот только в двенадцатом году, спустя два года, пришлось исправить те ошибки, которые были допущены... То есть в этом? Ну, в этом, да. В этом сезоне уже мы купили сетку, от птиц защитились. И уже с неким опытом смогли работать на нашем оборудовании и создать уже то, что хотелось. Это просто долго. Вино — это долго. Ну, это понятно, что это... Вы говорите о нем как о живом существе, я вас понимаю. Вот ваш коллега Владимир Басов сказал, пить надо не этикетки, а вино. Прокомментируйте, пожалуйста, это высказывание. Ну, все очень просто. Человек... Для того, чтобы пить вино правильно, первое еще нужно начать научиться дегустировать вино. Если вы научились дегустировать, там порядка 15 шагов. В интернете есть эта техника, и люди, вот слушающие сейчас, слушающие сейчас нашу радиостанцию, вот, пожалуйста, услышьте меня. Придите домой, купите в магазине 5 бутылок вина, красных, например, разных, из разных регионов, разной ценовой категории. Поставьте перед собой, причем это лучше делать без друзей, без жен, без никого. Откройте интернет, распечатайте правила дегустации вина. И заставьте себя попробовать все 5 вина сравнить по каждому параметру все 5 образцов. У вас в голове останется некий алгоритм, некие правила дегустации вина. И когда вы придете уже в другое место, возьмете бокальчик в руку, вы сможете его анализировать и увидеть широко. Вы сможете описать каждый параметр и сравнить с тем, что у вас есть в голове. И только так вы сможете запомнить вино, и только так вы сможете дать ему правильную оценку. В противном же случае вы всегда будете пить и ощущать, и анализировать больше эмоций, которые вы получаете в момент потребления вина. А вот этикетка в этом случае не играет, не давит на вас психологически, вы же смотрите, что вы наливаете в бокал. Вот профессионал тем-то, вот непрофессионал и отличается, что ему нужно уметь абстрагироваться от этикетки. Вот мгновенный взгляд, брошенный на этикетку, занимает годы дегустаций. Я именно об этом и говорю, да. Когда вам в ресторане приносят какое-нибудь там великое вино, шатола фитротшин какого-то там года, наливают, вам оно, конечно же, безумно нравится. Вы понимаете, что это такое, это прекрасно, это замечательно. Но бывают такие урожаи у шатола фитротшита, которые в слепой дегустации очень здорово проигрывают винам совсем невеликим. Слепая дегустация не значит, что мы закрыли глаза, слепая дегустация, что мы закрыли этикетки. Ну да, да, да. То есть бренды давлеют очень сильно. И производители, понимающие, что люди больше анализируют впечатления во время дегустации. То есть от компании, от вашего настроения. Вы сидите где-нибудь там во Франции на пляже, вам светит солнце, вы пьете очень легкое, кисленькое, простое вино, оно вам очень нравится. Если же это же вино, вы бутылку придете в Москву, откроете, а на улицу идет дождь, слякоть, пробка. Как-то совсем грустным оно вам покажется. То есть важен контекст. Вопрос эмоций, эмоций, эмоций. И вот профессионал, вот не профессионал отличается тем, что анализирует вино, а не эмоции. Вот что имел в виду Владимир Басов, и он очень-очень прав. Вино-то это все равно это вкус. А что такое вкус? Это то, что у вас тем или иным образом ассоциируется с какими-то ощущениями. Но фактически с эмоциями. Это как музыка, когда вы слушаете музыку, она у вас вызывает какие-то эмоции. Так, наверное, и здесь, когда вы чувствуете вкус вина определенный, он тоже же вызывает эмоции. Вы же пьете, в общем, ради эмоций, по большому счету. Безусловно, да. И дегустации делятся на два типа. Есть профессиональные дегустации, где мы ставим вину оценку. И там действительно оценится каждый параметр. Это блеск, вязкость, прозрачность, сила аромата, характер аромата, атака, эволюция, финиш. То есть это конкретные параметры. И мы ставим балл по каждому из параметров, и в итоге выводим некий общий балл. Это беспристрастно, без эмоций. Есть же дегустации, так называемые, гедонистические, когда мы дегустируем для того, чтобы получать удовольствие. Какие-то слепые дегустации, пытаемся угадать вина. Это совершенно просто другие типы, разные задачи. Когда вы профессионально дегустируете вино, вы ставите ему оценку. Его реальная стоимость, его реальная ценность. Потенциал зрелости, степень зрелости. Как долго оно еще проживет в бутылке. Сколько нужно ждать, чтобы оно дошло до пика. То есть мы анализируем одни вещи. Это не всегда нужно делать в компании, когда вы выпиваете вино. Дегустация и потребление немножко разные вещи. Ну, понятно. Сергей с сайта спрашивает. Павел, вы что-то кроме вина пьете? Ну, конечно же, странно. Если где-нибудь на дискотеке я буду ходить с огромным бокалом старого вина и пытаться понять какие-то нюансы. Дело в том, что разный напиток вводчиков в совершенно разное состояние. Это нужно понимать. И даже вина вводят людей в разное состояние. Молодое вино одно опьянение, от старого вина совершенно другое опьянение. То же самое разные напитки. Просто всему свое время. Самое главное вопрос умеренного потребления. Вот где эту грань нужно себя заставлять чувствовать и вовремя останавливаться. Неважно, какой это напиток. Ну что же, это программа «Мужа для чемпионов» на Финам.ФМ. Мы вернемся через несколько минут. Оставайтесь с нами. Мы продолжаем наш разговор. Я Андрей Бубукин, ведущий программу «Мужа для чемпионов» на радио Финам.ФМ. И мой гость сегодня Павел Швец, один из лучших сомелье России, ресторатор, винодел. Павел, мы с вами начали очень интересную тему о культуре питья, условно говоря. Вот есть такой старый анекдот. Один человек спрашивает другого. Ты знаешь разницу между русским и французом? Вот как вы думаете? Вы знаете разницу между русским и французом? Ну это известная такая штука. Русский пьет и закусывает, француз ест и запивает. Ну да, француз запивает, русский закусывает. Совершенно верно. То есть правильно пить вино — это искусство. И, в общем, опыт показывает, что после первых 100 грамм вкусовые рецепторы определенным образом забиваются. И, в общем, наступает момент, когда вам, в принципе, все равно, что пить. Вот что вы думаете об умении русских пить именно вино? Ну, это такой серьезный большой пласт. Значит, первое, что нужно сказать здесь, это то, что единственное средство борьбы с алкоголизмом — пропаганда вина. Пропаганда культуры вина. Пропаганда умеренного потребления. А если это в России? Ведь у нас не было исторически, мы не связаны были с вином, а были связаны с какими-то другими напитками. Там, брагой, допустим, или там Петр Первый завез водку в большом количестве, которую до Петра, как говорят, не пили. Вот именно с культурой вина. В России, в Краснодарском крае, ну, в бывшем СССР, да, произвели достаточное количество вина. Там, конечно, это отдельная история, там было принято очень много неправильных решений, и они были выполнены. И сейчас проблема с винами СНГ, собственно, из-за этих решений в большей степени. Но, конечно же, народы, как правило, пьют те напитки, которые производятся на их территории, издревле. Ну да. Да, например, у тебя в скандинавских странах, там популярны какие-то аквавиты, какие-то там в Шотландии виски. Это местный продукт, это, в принципе, нормально и правильно. Да, именно об этом я и спрашиваю. Ну, давайте все-таки, как бы, к истории, да, вот я из Севастополя, я в Крыму, да, я полтора года назад переехал в Крым, и мы живем теперь там, потому что нужно, да, нужно контролировать все процессы. Вот на примере Крыма, да, там было очень много разных цивилизаций, там куча каких-то войн, когда то Крым был сарматы, готы, гуны, да, потом татары, греки до этого, да, значит, потом татары, потом россияне, потом великая социалистическая революция, да, когда белая гвардия отступила и, значит, на кораблях из Севастополя покинули родину, потом был там красный террор, там немногие это знают, но в Крыму в 20-х годах было очень-очень плохо, на самом деле. Потом Великая Отечественная война и плюс советская власть, то есть культуры нет как таковой. Вот из моих знакомых, может быть, 2-3% людей, которые живут в Крыму, те, у кого родители родились в Крыму, то есть какой-то информации о предыдущих поколениях, о том, что было, нет. И кухни, и питья, в том числе. То есть вино — это продукт, которым запивают еду. Очень важно понимать, что это продукт питания, а не алкогольный напиток. Это оттеняет вкус, да. Конечно. А в нем очень много витаминов, он очень полезен. Но вот еще раз, да, умеренное потребление. В меру, да. Вот вино полезно при соблюдении 4 правил очень важных. Соблюдать нужно все 4. Если оно не соблюдается, не полезно вино. Извините, небольшую паузу. Я предлагаю сейчас нашим радиослушателям взять карандаши и записать эти 4 правила. Пожалуйста, Павел. Значит, первое. Пить вино каждый день. Второе. Пить вино обязательно с едой. Третье. Пить вино не позже 6 часов вечера. И четвертое. Не больше. Бутылки на двоих в день. А за рулем? Ну, это тоже проблема. Вот, кстати, в Украине 3 промилле можно. Мария Вербицкая с сайта спрашивает. Павел, что вы думаете о запрете рекламы алкоголя в СМИ? Ну, еще раз. Вопрос алкоголя и вопрос вина немножко разные вещи. Но в вине же есть алкоголь. Ну, понятно. От 7 до 11 процентов. По некоторой статистике сегодня в России, вот я читал такое, я не очень в ней уверен, да, ну, не очень верю, что это правда. Но вот читал такую информацию, что более 80 процентов смертей в России связаны напрямую либо косвенно с алкоголем. Это реальная проблема. И то количество крепкого алкоголя, которое выпивается на душу населения в России в год, это катастрофа. Страны, где у нас 18 вроде бы литров в пересчете на стопроцентный спирт, а страны, где эта цифра выше 9, сначала испытывают проблемы с рождаемостью, потом с экономикой, и имеют серьезные проблемы. И правительство Российской Федерации, да, должно же, наверное, что-то делать. Механизмов, чтобы, наверное, как-то делать это правильно, грамотно, верно и пропагандируя вино, наверное, сейчас не существует. Вот они и выбирают, наверное, какие-то методы, как обычно. Запретите все. Нет, ну и вот будет так. Повысить акцизы. Ну, конечно, да. Не знаю, к чему приведет. Я вас понимаю. Итак, уважаемые радиослушатели, если вы хотите добиться успеха в жизни и стать настоящим чемпионом, если вас интересует, как это сделать, или у вас в жизни были какие-то случаи, похожие на те, о чем рассказывает нам Павел, задавайте вопросы нашему гостю. Мы сейчас в прямом эфире. Наш эфирный телефон 651099,6. Год города 495. Это можно сделать также на сайте по адресу 3w.finam.fm прямо сейчас. Ну что же, Павел, мы с вами поговорили о вине. Это такая важная, интересная тема, потому что, как я понимаю, знаете, вот в жизни иногда есть две вещи. Два подхода к жизни. Одни люди говорят, что вот сюда, здесь моя работа, я хожу на работу, а вот когда работа заканчивается, я как бы начинаю жить. Здесь моя жизнь. Вот здесь работа, а здесь жизнь. А есть группа людей, и она небольшая, это группа людей, которые даже не считают, что у них есть работа, которые считают, что это занятие их жизни, да, вот которые увлечены тем, что они делают. Это не работа, это занятие, и в этом смысл жизни. Я так понимаю, что вы как раз относитесь к этой группе людей, да? Ну просто виноделие само по себе, это немножко не то, чему даже учили в наших советских вузах. Вино рождается на винограднике. Чтобы сделать качественное вино, мне нужно практически лично знать каждую лозу на своем винограднике, чтобы вырастить ягоду в идеальном балансе степеней зрелости всех ее трех частей, кожи, косточки, сока, чтобы потом получить те результаты, которые хочется получить. И для того, чтобы это сделать, приходится изучать очень много профессий. Занимаясь вином, нужно быть и агрономом, и биологом, и зоологом, и механиком, и химиком, и управленцем, и иногда электриком, и рабочим. И, естественно, потом начинается процесс продаж, маркетинга. Менеджмент по продажам, маркетингу. То есть это профессия, которая, это жизнь, это целый мир, да? Это целый пласт. И там люди совершенно разных специальностей, с разной предрасположенностью, к математике, к гуманитарным наукам, могут найти себе применение. Это большой пласт. То есть я занят с утра до ночи, 24 часа в сутки, 365 дней в году. Но вы счастливы? Только этим, конечно. Это прекрасно. Причем я даже не думал, что так интересно и так здорово. У нас есть звонок на линии, на слушатель Олег. Пожалуйста, Олег, задавайте ваши вопросы. Да, добрый вечер. Добрый вечер, Светлана. Я, может быть, прослушал, да, но вот такой вопрос. Вот я небольшой знаток вина, да, такой любитель умеренный. Вот как реально выбрать вино-то в магазине? Ну, приходишь, я живу в Москве, да, выбор колоссальный. И бутики винные есть, самые известные, там, азбука, вкус, ароматный мир, там, да, и так далее. Ну, вот я небольшой специалист, ну, не разбираюсь. Ну, люблю вкусное вино, вот могу отличить, простите меня, значит, подделку от хорошего вина, да, и особенно красное вино мне нравится. Как, вот, не исключенному потребителю разобраться в этих этикетках? Ну, может быть, я сейчас скажу, там, не всем приятные вещи, да, но вот я бы не рекомендовал, например, покупать вино в супермаркетах, потому что в крупные супермаркеты поставляется продукция очень больших винзаводов, которые делают вино в таком количестве, что уследить за качеством и за стилем редко получается. Оно иногда может быть вкусным, но оно, еще раз говорю, будет не информативным, не интересным, оно не будет внести в себе вкус той земли, на которой оно сделано, оно будет безликим, как Кока-Кола, да. И вино лучше, конечно же, покупать в небольших бутиках, это первое. Второе, вино лучше покупать, если вы не являетесь, ну, там, профессионалом, лучше покупать у тех людей, которым вы доверяете, и у конкретных людей. В винных бутиках есть консультанты, которые выслушают вас, да, которые вам что-то предложат, и, посмотрев глаза в глаза, скажут вам, там, Николай, да, или там, вам, вам, извините, пожалуйста, Олег, вам, Олег, вот вы сказали, что, значит, вам вот понравится там бордовское вино, что вы любите более тонинные вина, вот попробуйте вот это, я уверен, что оно вам понравится. И когда вы домой придете, вы уже с некой положительной эмоцией откроете эту бутылку и сделаете первый глоток. А если же вы возьмете на полке в магазине, и никто вам ее не рекомендовал, глаза в глаза вот этого контакта не было, вы будете как-то вот оценивающе делать первый глоток. Понравится, не понравится, как-то со скепсисом отнесетесь к первому глоточку. То есть, вот рекомендация человека, который является для вас авторитетным, если вы пока не очень хорошо разбираетесь в вине, она на этом этапе нужна и важна. Ищите себе консультанта и покупайте вино у него, и будет здорово. К любому, я уверен, к любому сомелье в ресторане обратитесь, он вам подберет какие-нибудь вины. Олег, спасибо большое, это был интересный вопрос. Я еще раз приглашаю наших слушателей звонить нам в эфир. Напомню, наш телефон 65 10 99 6, код города 495. Вопросы можно также задавать через наш сайт www.finam.fm прямо сейчас. Ну что же, Павел, я предлагаю немножко отойти от темы вина, хотя я думаю, что мы к ней все равно вернемся, потому что это тема дня. На основной вопрос темы вы уже ответили, пить или не пить, в общем вопрос, вы однозначно сказали пить. Вот у нас еще один звонок появился на линии Сергея. Пожалуйста, Сергей, задавайте ваш вопрос. Добрый вечер. Добрый вечер. У меня вопрос к Павлу. Павел, когда можно будет попробовать ваше вино? И где его можно попробовать будет? Мы пока не продаем наше вино. Мы только сейчас приступили к стадии сертификации. Я думаю, что весной, а может быть зимой появится небольшая партия в России. Где-нибудь в бутике тоже или где? Ну да, это будут какие-то винные бутики, рестораны. Скажите, пожалуйста. Вот, кстати, можно зайти на сайт и написать письмо. Вот, вот, вот. Скажите, какой адрес сайта, как люди могут найти ваше вино? Очень простой сайт uppa.com.ua. У, как подкова, две буковки П и буковка А. uppa.com.ua. УПА, так называется, это не украинская подстанческая армия, это так называется один из правых притоков реки Черной в Крыму. Но УПА на тюркских языках это значит мать. Да. Кстати, я знаю, что ваш виноградник находится рядом с этой речкой, и компания ваша названа так же. Вы ее назвали в честь... То есть, как-то вы думали привязать это к местности, или вот в понятии мать, мама, есть вот что-то такое специфическое, какой-то другой смысл? Больше к местности. Дело в том, что Крым необычайно разнообразен на различные терруары. У нас есть горы, это возможность находить разные экспозиции, разную высоту над уровнем моря, это разные экспозиции склонов. У нас есть места с разным количеством осадков, у нас есть очень разные почвы. И вот эта УПА, эта река образовала УПНИНскую котловину, на южном склоне которой находится мой виноградник. Уникальность зоны заключается в том, что весной, вот по всем рекам, которые впадают в Черное море и берут свое начало в Крымских горах, холодный воздух спускается по дну долины в направлении моря и несет с собой заморозки, которые поражают виноград. Сепочка распустилась, пошел побег, и заморозок, он побег погибает, чернеет. Но чуть-чуть выше в горы такого нет. Мы находимся 450 метров над уровнем моря, и бывает такое, что у меня плюс 2, а на дне долины в 3 километрах от меня минус 4. Это такое уникальное, очень странное место, очень хорошее для производства высококачественного вина. У нас есть еще один звонок на линии. Алексей, добрый вечер, задавайте, пожалуйста, ваш вопрос. Да, добрый вечер. У меня вопрос такой. Я тоже люблю красное вино, и меня немножко удивили два постулата, которые только что ваш гость нам представил. Вы напрямую к нему обращаетесь, да? Да, да. Павел представил, да. Да, да, да. Первый постулат – это то, что надо пить вино каждый день. Но это я могу понять как некий маркетинговый ход. Не отнеситесь превратно к данной информации. И второй вопрос – это почему не пить вино после 6 часов? Вот этот вопрос меня очень интересует, потому что, ну вот как же встречаешься с девушкой вечером, там, я не знаю, с супругой, не с супругой, что же пить тогда – водку, коньяк, коктейли? Ну вот это немножко удивляет. Хотелось бы послушать комментарий эксперта вот по этим двум вопросам. Значит, со второго вопроса. Когда мы говорили о четырех правилах, имелось в виду не только вино в плане времени. Это вообще алкоголь после 6 часов вечера не совсем правильно пить. Организм наш устроен так, что вечером мы должны спать. И вообще-то в 10 часов нужно ложиться спать, а просыпаться в 6 часов. Ну вот это было бы правильно. Понятно, что в условиях мегаполиса это практически невозможно. Да и в условиях мегаполиса крайне сложно подумать о развитии правильной культуры вина. Это реально сложно. И я понимаю, о чем говорю, потому что прожил в Москве 15 лет, а сейчас, переехав в Крым, понимаю, что всю жизнь себя считал почему-то совой, а оказался жаворонком-то на самом деле. Просто мегаполис нам навязывает определенный образ жизни. Пить вино каждый день не совсем маркетинг. Дело в том, что наш организм устроен так, чтобы выводить из организма те токсины, которые появляются в результате разложения. То есть там C2H5OH. Это некий механизм, который желательно, чтобы он работал без перегрузок. Лучше меньше, но чаще и одинаково, нежели некие пики. То есть каждодневное потребление вина, это реально так и должно быть. Это правильно. Но я не сказал, говоря о четырех правилах, о одной очень важной вещи. Дело в том, что о пользе вина. При потреблении небольшого количества вина, бокальчик за обедом, бокальчик за ужином, вы погружаетесь в некое такое состояние, легкого опьянения, такой-то эйфории, которая снимает некую напряженность, снимает стресс. У вас начинают блестеть глаза буквально на полчасика, на час. Через два часа этот алкоголь выветрится абсолютно, вы абсолютно трезвы. Но это кратковременное состояние настолько плодотворно действует на нашу нервную систему, что польза намного больше, чем польза от вина на его химическом уровне. То есть, все же болезни от нервов, все у нас в голове происходит. И небольшое количество вина эту проблему снимает. Это важно. И в мегаполисе нужно именно на это обращать внимание, в первую очередь. Чуть-чуть, но главное чуть-чуть. Ну что же, примем еще один звоночек на линии Александр. Пожалуйста, Александр, ваш вопрос. Здравствуйте. Я хотел бы спросить по отношению вина сухого и полусладкого. Да-да. Насколько они отличаются? И вот твое мнение, что полусладкий вина – это уже искусственное добавление сахара в сухие вина. И насколько полезно пить сухое, насколько полезно полусладкое, и чем они в основном отличаются? Ну, значит, в плане полезности, еще раз, да, то есть, вечером сладкое – это сахар. Сахар – это углеводы. Но углеводы на ночь, наверное, не совсем хорошо. То есть, это первый момент. Второй момент. Есть несколько технологий производства полусладкого и полусухого вина. Классический метод заключается в том, что нужно в какой-то момент остановить брожение. То есть, раздавили виноград, начался процесс брожения, дрожжи превращают в сахар в спирт, при этом выделяется углекислый газ, там, побочные продукты брожения. Но в какой-то момент нужно, чтобы брожение остановилось. Как остановить брожение? Первый, самый простой, самый правильный метод – холодом. И когда, естественным образом, виноград собирается поздно, и брожение идет поздно, там, в северных регионах, таких, как Германия, ну, то есть, где бывают низкие температуры, брожение самопроизвольно останавливается, потому что дрожжи чувствуют себя плохо при температурах ниже 10 градусов Цельсия. И весной, если ничего не делать, брожение возобновится, дрожжи опять начнут свою работу. Но если в этот момент вино оклеить, профильтровать и разлить в бутылки, оно может остаться полусладким. Но это касается небольших партий вина, которые можно делать только в небольших хозяйствах. Если же у вас предприятие, которое делает миллионы литров вина, то вот миллион литров на несколько суток охладить до температуры, там, плюс 5-0 градусов, нужны колоссальные затраты энергии. И мало у кого это получается, мало кто это делает. Поэтому на больших предприятиях, которые делают недорогое простенькое вино полусладкое, используют другой метод. Брожение останавливают добавлением сернистого ангидрида. Это такой... То есть, химия, гадость, короче. На самом деле, сернистый ангидрид всегда в виноделе использовался. Это и антисептик, и антиоксидант. Но просто в полусладких винах его концентрация, как правило, намного выше, чем в сухих винах. А от сернистого ангидрида, как раз, знаете, вот там пятнами люди покрываются. Иногда голова болит не от алкоголя, а весь следующий день она как бы гудит. Это серо. Это не есть хорошо. И вот не пейте дешевые полусладкие вина. Вот мой вам совет. Ну что же, это программа «Ужин для чемпионов» на Финам.ФМ. И спонсор нашего выпуска – компания АБ-Тренинг. Мы продолжаем наш разговор. Я Андрей Бубукин, ведущий программы «Ужин для чемпионов» на радио Финам.ФМ. И мой гость сегодня – Павел Швец, один из лучших сомелье России, ресторатор, винодел. Уважаемые радиослушатели, если вы хотите добиться успеха в жизни и стать настоящим чемпионом, если вас интересует, как это сделать, или если у вас есть вопросы к нашему гостю, например, по его прямой специальности – винодел, обращайтесь, звоните. Мы в прямом эфире. Наш эфирный телефон – 651099,6, код города – 495. Это можно сделать также на нашем сайте – www.finam.fm прямо сейчас. Павел, я предлагаю немножко отойти от темы вина и все-таки поговорить немножечко о понятии успех. Вот мы с вами уже чуть-чуть коснулись этой темы, когда вы сказали, что для вас то, чем вы занимаетесь, – это как бы занятие жизни, то есть это сама ваша жизнь. А вообще вы считаете, что вы успешный человек? Да. Да, да. А тогда назовите, пожалуйста, вот несколько каких-нибудь признаков, по которым вы определяете свою успешность. Фу! У меня получается то, что я хочу сделать. Я и как-то люди, которые работают со мной, да, то есть та команда, которая вокруг, это команда единомышленников, которые в радости, в горе, да, во всех наших проблемах, которые есть, мы идем плечом к плечу. Это очень здорово, очень-очень важно, то, что это поддержано теми людьми, с которыми мы работаем вместе. То есть это стремление, оно как-то заразило людей. Вот это очень важно. Понятно. То есть я могу подвести такой краткий итог. Первое – это чтобы дело, которым вы занимаетесь, да, в настоящем времени, это было бы дело вашей жизни, с одной стороны, и с другой стороны, вас бы поддерживала команда, которая разделяет ваши убеждения, ваши подходы, ваши взгляды, ваши ценности. Ну да, да, наверное, да. Хотя я вам хочу сказать, что процесс создания вина и тот проект, который я начал, это эксперимент длиной в жизнь, на самом деле. Те сорта винограда, которые у нас растут на тех почвах, в нашем туруаре, требуют очень глубокого изучения. А изучение – это в этом году получилось так, хорошо, мы что-то исправили, и в следующем году получилось вот по-другому. То есть данные мы получаем один раз в год, вот в чем дело. И сбор этой информации, он очень важен, и подчеркнуть нам ее негде. Мы работаем практически вслепую. Когда я пришел на эти земли и попытался найти информацию о том же, ну, какие же сорта взять, да, имея достаточно подробные знания о климате, подробные знания о почвах, не дали возможность подобрать сорта винограда, которые будут получаться лучше и хуже. Мне пришлось посадить аж 9 сортов для того, чтобы следить, как каждый день себя ведет. И, ну, я бы мог посадить какой-то один, но только через лет 10 понять, что ошиблись. То есть выкорчевать и еще 10 лет подождать, чтобы получилось другой, да. То есть что-то у нас получается лучше, что-то получается хуже. Но те открытия, которые мы делаем, они, ну, просто фантастические. То есть такие вещи открываются. Тем более, что я изучал вино через дегустацию, а теперь начинаю понимать вино изнутри, через производство. Это очень здорово. То есть открываются какие-то новые горизонты, новые видения. Ну что же, тема, я чувствую, очень такая животрепещая, потому что у нас есть на линии несколько звонков. Первый звонок от Александра. Пожалуйста, Александр, задавайте ваш вопрос. Добрый вечер. Добрый вечер. Павел, у меня вопрос. Ну, я слышал, вы говорили о сере. Во-первых, насколько я помню, я, по крайней мере, так раньше думал, что это бочки серые обжигают и что это никакой не консервант. Ну, а второй вопрос. Мне сухие красные вина, мне очень нравятся, например, там, Баролы или Кьянти Классика. Если можете что-нибудь такое порекомендовать, ну, в ценовом диапазоне до 2000, и вот в таком приблизительном вкусе, было бы очень приятно и интересно услышать. Ну, по поводу первого вопроса. Сера является, она бывает в разных состояниях. Она бывает в газообразном состоянии. Иногда этот сернистый ангидрид, он хорошо растворяется в воде, носителем является вода. Но, поверьте, серу используют практически на всех предприятиях, хотя производители, которые умудряются делать вино без серы, очень этим гордятся, всегда пишут на этикетках, потому что она сделана без серы. Но важно то количество, которое добавляется в серы. Есть предельно допустимые нормы, например, там в Украине, это 200 миллиграмм на литр. Но добавить 200 миллиграмм на литр, уже там гарантированно у человека, который будет пить это вино, если он выпьет полбутылки, он будет не очень хорошо чувствовать. То есть, кто-то добавляет сразу максимум, а кто-то добавляет ровно столько, сколько нужно. А вот понять столько, сколько нужно, можно, проведя определенные опыты, и используя определенное оборудование, которое защищает вино от окисления, чтобы не добавлять консервант. Зачем, если оно и так, с ним все в порядке. В общем, это отдельная песня, об этом можно много говорить. Но поверьте, в вине есть серая, и об этом сейчас даже на русском языке, на контр-этикетке заставили писать, там, какой-то Е, ну, такой-то, я не помню даже цифру, но серая есть практически во всех винах, 99%. В белых больше, чем в красных, кстати. В красных антиоксидантом является танин, который есть, который переходит из кожицы, из косточки, а в белых этого танина нет, потому что технология производства белых вин, она такова, что кожица и косточка не используются. И в белых винах, как правило, серы больше. Вот так. Вот, а второй вопрос... Второй вопрос порекомендовать, какие вина. А, какие... Ну, вы сказали, я люблю кьянти и баролу. На самом деле, это очень разные вина, очень-очень разные вина, и их даже, наверное, тяжело сравнивать. Дело в том, что баролу — это прекрасное вино. Я считаю, что, наверное, лучшее итальянское вино. Но самое главное, баролу нужно пить как минимум 10 лет от роду. Вот важный момент. А кьянти, оно бывает и за 3 евро, и за 100 евро за бутылку. Кьянти очень разное бывает. Из сорта Санжевеза в Тоскане умудряются делать как хорошие, так и не очень хорошие вина. Попробуйте Брунел Димон Тольчина, если вам нравится, хороший клиент. Ну, от хорошего производителя. И самое главное — зрелое. У нас есть еще один звонок. Владимир на линии. Пожалуйста, Владимир, ваш вопрос. Добрый вечер. Добрый вечер. Интересная беседа такая, интеллектуальная и вообще вдохновляющая на правильный образ жизни. У меня к вам такой вопрос. Вы чувствуете, человек, который пытается понять эту проблему, как говорится, не только сверху и изнутри, но и, так сказать, ее родить, как бы это, так сказать, творчество. У вас творчество, жизнь, да? А вот часто вы общаетесь с такими традиционными производителями вина во Франции, в Италии, тоже, наверное, имеющие такие же масштабы по площади, как вот ваш виноградник, или же меньше, или больше. Какие технологии у них вы принимаете, или советы там. Все-таки вы, помимо того, что, так сказать, с эмелье знаете вкус конечного продукта, ведь изначально же очень много технических приспособлений, там вот разных людей, вот СМЭ. Есть ли таких вот, охотно вы встречаетесь с этими людьми, охотно ли к себе приглашаете? Вот в этом плане я хотел задать вопрос. И потом второй после ответа, если можно. Значит, безусловно, этот опыт безумно ценен. И в течение пяти лет мы занимались импортом вина в Россию. В июне у нас, к сожалению, закончился срок оптовой нашей лицензии. Мы не смогли получить новую. Но мы занимались как раз ввозом вина от небольших производителей. И с некоторыми из них я дружу. С некоторыми мы общаемся очень плотно, и будем общаться и продолжать общение. И, собственно, работая с эмелье, посещая эти небольшие хозяйства, я, наверное, и заразился желанием создать свой собственный виноградник, когда увидел, что есть земля, есть семья, которая с утра до вечера работает. Они работают тяжело, но зато они защищены от всего. Это абсолютно замкнутая система, самодостаточная. Она не зависит ни от каких кризисов финансовых, ни от каких проблем, ни от каких пробок. Это просто работа и желание создавать качественный продукт. Это сельское хозяйство. Понимаете, сельское хозяйство – это, в принципе, прибыльная история. Но только тогда, когда вы продаете продукт уже переработанный. Когда вы выращиваете картошку и пытаетесь продать картошку оптом, у вас его покупают очень дешево, а зарабатывают на этом магазин. Виноделие – это сельское хозяйство, где вы создаете продукт, который может жить очень долго в бутылке, и еще живя в бутылке становиться лучше. То есть я живу на земле, и, собственно, понимание этого пришло через посещение этих небольших хозяйств, которые есть в Европе, ну, в основном в Европе. Это первое. Второе. Виноградерство – наука местности. Как говорил еще Лев Сергеевич Голицын. Невозможно взять француза, привезти на наши земли в Крым и сказать, сделай хорошее вино. Нет, чтобы получить хорошее вино, нужно с конкретным сортом, на конкретном винограднике несколько десятков лет работать, чтобы научиться правильно сформировать лозу, правильно ее нагрузить, оставить ровно такое количество листьев, как нужно. Такое пространственное положение придать этому растению, ну, это и ряды расположить определенным образом, с определенной площадью питания, чтобы тень от одного ряда попадала определенным образом в междуряди. В общем, научиться агротехнике. Это знания, которые передаются из поколения в поколение. Потому что я уже сказал, что у нас только раз в год мы получаем информацию. То есть я сделаю 30 вин, 30 раз проанализирую, и только лет через 10 пойму, что, а вот надо было по-другому посадить. Такой, о, понял. И только уже, наверное, мои сыновья смогут это исправить. То есть самые лучшие терруары, как говорят, это те, которые еще не засажены. В Бургундии, в Бордо, люди 600 лет, в Бургундии 600 лет пытались создать качественное вино. И научились. Это вопрос просто очень-очень долгий, очень-очень длинный. И когда вы на своих землях создаете какой-то уникальный продукт, работать со своей землей, у вас что-то получается, что-то не получается. И когда вы общаетесь с другим виноделом из другого региона, который имеет совершенно другой терруар, что вам скрывать? Наоборот, все виноделы очень открыты. Заходи, я делаю так, я делаю так, потому что никто никогда не сможет делать так, как делает другой, потому что у него другой терруар. Нет двух одинаковых терруаров, как нет двух одинаковых людей на планете Земля. Вот и все. Скрывать нам нечего. Мы все очень дружим, понимаем друг друга с полуслова. Наоборот, виноделы по всему миру сразу находят общий язык. Пять минут, и они лучше, друзья. У нас есть еще один звонок на линии. Мы примем этот звонок, и потом несколько вопросов с сайта. На линии Василий. Пожалуйста, Василий, задавайте ваш вопрос. Да, добрый вечер. Добрый вечер. Хотел сказать спасибо за интересную передачу, с удовольствием слушаю. Меня интересует отношение, соответственно, гостя к такому виду вина, как айслайн, соответственно, и насколько она возможна у нас в Крыму. его делали. Спасибо. Вино уникальное. Дело в том, что его делают в Германии, в Австрии, в Канаде. Сейчас начали, вот я слышал, эксперименты есть в Молдавии даже с айслайнами. Вот ровно сейчас у нас на винограднике сейчас осталось тонна рислинга, и мы пытаемся сделать айслайн. Сегодня в Крыму плюс один будет ночью. Я думаю, что недели через две должны появиться будут заморозки, и, возможно, мы что-то сделаем первый раз в небольшом количестве. Это прекрасное вино, которое может очень долго жить. Это великолепное вино. Кто не знает, виноград собирают после заморозков, что придает ему определенную специфику вкусовую, скажем так. Вопрос с сайта. Алексей спрашивает. Если в ресторане не открыли вино, дали попробовать, мне не понравилось, бутылку уносят, кто будет пить открытую бутылку? Как это происходит в ресторанах? Персонал допивает? Ну, значит, первый момент. Когда вам приносят бутылку вина и дают попробовать, имеется в виду, что вы выбрали эту бутылку вина, что вы знаете, что там внутри. Если это нравится, не нравится, ты же читал, что написано, ну как так, не нравится. Не надо было выбирать. То есть не уносит, если не понравилось. Пробовать дают не для того, чтобы человек нравится или не нравится. Пробуют дают для того, чтобы человек понял и убедился в том, испорчено оно или нет. Нужно ли оно подается температурой. Можно сказать, окей, уважаемый Семелье, я думаю, что это вино лучше продекантировать в широкий декантер. Будьте добры, Семелье продекантировать и оставить для вас. То есть не нравится, не нравится, а момент подачи. Плюс испорчено, не испорчено. Вот это для этого дают пробовать вино гостя. То есть, если я вас правильно понимаю, раз вы выбрали вино, его открывают, вы его пробуете, вы не можете отказаться, если оно не испорчено, то есть если оно нормальное. Да, ну смотрите, вам сначала дают винную карту. Вы видите, что там написано на именовании, есть цена, вы выбрали, вам открыли. Закрытую сначала. Но вы же можете весь погреб перепробовать. Если вы сделали заказ, имеется в виду, что вы знаете, что вы заказали. Понимаете, да? Ну и когда такие моменты возникают, конечно же, гость всегда прав в ресторане. И вряд ли персонал эту бутылку допивает. Потом иногда эту бутылку продают по бокалам, например, на другие столы. Есть свои какие-то нюансы. Если вы отказались из-за того, что оно испорчено, реально, ведь сомелье перед тем, как дать вам, сам пробует вино. И если оно испорчено, с ним какая-то проблема, сам сомелье заменит эту бутылку вино. Но если вдруг сомелье не обратил внимания на какой-то запах пробки, а вы его уловили, да? Сомелье заменит эту бутылку, и сомелье затем поменяет эту бутылку у поставщика, наверное. Павел, у нас обычно в традиции есть такая небольшая интеллектуальная игра в конце программы. У нас с вами осталось 3 минуты. Игра называется «Необитаемый остров». Я вам сейчас задам несколько вопросов. Что бы вы делали или взяли с собой на необитаемый остров? И в зависимости от того, как и что вы будете отвечать, люди смогут судить о вас как о человеке. Хорошо. Первое. Какие книги вы бы взяли с собой? Ну, 2-3 книги. И почему? Я бы взял с собой, наверное, какие-то толстые, длинные книжки. Типа «Война и мир», чтобы скоротать время. Вот что-то такое. А если речь идет о музыке, то какие бы музыкальные произведения вы бы взяли с собой, чтобы слушать? Я бы взял все-таки классических композиторов, да и желательно тех, которых не очень еще хорошо знаю. Будет время поизучать. А какие... И, кстати, книжку тогда взял у истории создания этих произведений. У истории музыки. Да. А какие три фильма вы бы с удовольствием просматривали на «Необитаемом острове время от времени»? Вообще любите кино? Вы знаете, я... Смотрите? Я смотрю кино, но я не дорос до понимания, например, классики кино. То есть я смотрю, в принципе, то, что сейчас тут показывают по телевизору. Ну, например, вот что вам нравится? Не по телевизору в кинотеатрах. Из последнего. Вы знаете, дело в том, что в Украине сейчас в кинотеатрах фильмы на украинском языке. Мы тут давно не ходим. Я сюда приехал на 10 дней, мечтаю сходить в кинотеатр. Кстати, сейчас Джеймс Бонд последний идет. Ну, Джеймса Бонда бы не взял. Я бы выбирал какие-то добрые фильмы. Может быть, даже русские. Какой-то классик. Кинзадзу бы взял обязательно. Кинзадзу. А вот вы, Павел Швец, что хотите от жизни? К чему вы двигаетесь? Я хочу сделать свой родной край лучше. Я хочу, чтобы люди увидели потенциал Крыма как супервинодельческого региона. А он существует реально. Просто через продукт это нужно донести до всего винного, скажем так, человечества. Есть такая категория граждан на планете Земли. Наша программа подходит к концу. И мне остается только поблагодарить Павла за то, что он поделился своими мыслями и своим жизненным и профессиональным опытом. Спасибо большое, Павел. Спасибо вам. Это была программа «Ужин для чемпионов» на радио Финам-ФМ. И я, ее ведущий Андрей Бубукин. Следите, пожалуйста, за анонсами нашей программы на сайте www.finam.fm Итак, до свидания, уважаемые радиослушатели. До встречи в следующий четверг в 21 час на частоте 99,6 FM. До свидания. Спасибо.